Пятый класс, 21 серия. Если два натуральных числа А и В имеют одинаковые остатки при делении на М, то числа А и В называются сравнимыми по модулю М. Например, число 5 будет сравнимо по модулю 2 с числом 13, потому что это нечётные числа, и при делении на 2 дают остаток 1, и здесь тоже будет остаток 1. Это числа, сравнимые по модулю 2. Например, число 7 и 12 будут сравнимы по модулю 5, потому что при делении на 5 здесь остаток 2, и у этого числа тоже остаток равен 2. А вот по модулю 2 эти числа не сравнимы, потому что это нечётное, а это чётное. Так, числа 1 и 21 будут сравнимы по модулю 10. Остаток 1, остаток 1. Так, эти числа сравнимы по модулю 3. Каждая из них делится нацело на 3. Так, 14 и 0 сравнимы по модулю 2. Остаток равен 0 при делении на 2 дает 0, делится нацело. Давайте рассмотрим некоторые свойства остатков. Например, два числа сравнимы по модулю. Причём они будут сравнимы по модулю тогда и только тогда, когда разность этих чисел делится на вот этот модуль. Ну, например, давайте рассмотрим числа 34 и 18. Они сравнимы по модулю 4, потому что при делении на 4 здесь будет остаток равен 2, и здесь тоже остаток равен 2. Разность этих чисел 34 минус 18, 16. 16 делится на 4. Разность этих чисел делится на модуль. Так, и второе свойство. Если есть две пары чисел, сравнимых по одному и тому же модулю, то сумма, где первое слагаемое – это число из первой пары, а второе слагаемое из второй пары, вот А плюс С, будет сравнима по модулю с числом В плюс Д. Ну, давайте рассмотрим такой пример. Например, число 3 сравнимо по модулю с числом 18 по модулю 5. Так, и еще одну пару рассмотрим чисел. Например, 4 и 9. Эти числа тоже сравнимы по модулю 5, потому что при делении на 5 остаток равен 4. Так, а теперь давайте рассмотрим сумму. А и, например, С. Итак, первое значение 7, а теперь складываем 18 и 9. Это будет 27. 7 и 27 – это числа, сравнимые по модулю 5, потому что при делении на 5 остаток равен 2, остаток равен 2. Так, первая задача. Сравнимы ли по модулю 7 числа 705 и 565? Ну, можно, конечно, выполнить деление одного числа, потом другого числа, сравнить остатки. Ну, это слишком сложно. Можно воспользоваться первым свойством. То есть числа сравнимы по модулю тогда и только тогда, когда их разность делится на этот модуль. То есть можно просто найти разность этих чисел. А разность этих чисел – это число 140. 140 делится на 7. Значит, эти числа сравнимы по модулю 7. Вторая задача. Найдите остаток от деления на 3 суммы. Решая эту задачу, мы воспользуемся вторым свойством. То есть мы, применяя признак делимости на 3, найдём сначала остаток у первого слагаемого, затем остаток у второго слагаемого, а потом выполним сложение остатков. Итак, какой остаток при делении на 3 даёт первое число? Можно найти сумму цифр. Можно отбрасывать числа, делящиеся на 3. 1 плюс 2 делится на 3. 3 делится на 3. 4 при делении на 3 даёт остаток 1. Итак, первое слагаемое при делении на 3 даёт остаток 1. А можно было найти сумму цифр. Сумма цифр 10. 10 при делении на 3 даёт остаток 1. Так, теперь второе слагаемое. 5 плюс 7. 12 делится на 3. И 6 делится на 3. Значит, остаток будет равен нулю. Можно найти сумму цифр. Сумма цифр 18. 18 делится на 3. Теперь осталось выполнить действия с остатками. 1 плюс 0. 1. Итак, остаток от деления на 3 у этой суммы равен 1. И третья задача на среднюю скорость. Автомобиль первые 3 часа шёл со скоростью 80 км в час. А затем 2 часа со скоростью 60 км в час. Какова средняя скорость движения? Средняя скорость движения – это весь пройденный путь на всё затраченное время. Вот так находится средняя скорость. Так, ну, давайте сосчитаем. Весь пройденный путь. 80 умножаем на 3. Это тот пруть, который был пройден за первые 3 часа. Затем 60 умножить на 2. И значение вот этой суммы, вот это весь пройденный путь, нужно разделить на всё затраченное время. 3 плюс 2. Так, если мы посчитаем, найдём значение, получится 72 км в час. Вот такова средняя скорость – 72 км в час.